На официальном сайте Белого дома сегодня появилось длинное сообщение, посвященное Украине. Из него следует, что готов к подписанию документ о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 2 миллиарда долларов. Общая сумма помощи США стремительно приближается к отметке в 30 миллиардов, и в общем каждый может раскинуть эту сумму по месяцам, чтобы получить среднемесячную сумму помощи Украине только от США. Наверное, нужно посмотреть на то, сколько Украина выделяла средств на оборону в 2021 году, чтобы почувствовать разницу. А еще можно вспомнить о том, как из ковидного фонда вместо обороны деньги задвинули на строительство дорог. По направлению движения противника, тупые сериалы и другой никому не нужный бред. А можно ничего этого не вспоминать и, утирая сопли, повторять претензии о том, что нам не дают, дают, но не столько, сколько нужно, не то, что нужно, не тогда, когда нужно. И забыть о том, что все это нам дают даром. Анимы купили за асфальт, очередные ржать-шоу или сериальчик о том, как паяцы соревнуются в изрыгании тупости. Можно вспомнить и то, как было остановлено финансирование важнейших оборонных программ, которые сейчас могли бы дать нам заметное количество противокорабельных и зенитных комплексов и ракет большой дальности, отсутствие которых не дает нам перекрыть аэродромы, с которых противник атакует нашу гражданскую инфраструктуру. Много чего можно вспомнить и придет время, когда с этим предметно и поименно разберутся. Навернемся к пакету помощи. Он важен тем, что кроме гигантской суммы этого транша, прямо сказано о том, что нам будет поставлено в составе этой партии. Желающие все могут почитать самостоятельно и полностью, а мы приведем только небольшую цитату из довольно обширного текста. Фактически, президент Байден объявит о значительном новом пакете почти 2 миллиардов долларов помощи в области безопасности для Украины. Он будет содержать очень важный новый потенциал – ракетную батарею «Патриот», которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критическую инфраструктуру Украины. Мы обучим украинские силы тому, как управлять ракетной батареей «Патриот». Это займет некоторое время, но украинские войска внедрят эту подготовку в свою страну, чтобы управлять этой батареей. И мы будем продолжать уделять приоритетное внимание другим формам поддержки ПВО, включая на Самс, Хок, Стингерс и Контр БПЛА. Понятно, что прорывом здесь является прямое указание на то, что мы наконец-то получим батарею ЗРК «Патриот», стоимость которой, наверное, составляет половину этого этапа помощи. Напомним, стандартно в него входит 8 пусковых установок, радары, узел управления и ряд вспомогательных машин. Полная численность личного состава батареи – 90 человек. Именно их американцы берутся обучить для работы с новой системой, которая кардинально изменит войну в небе. Здесь не надо рассуждать о технических характеристиках комплекса, но ряд источников говорит о том, что мы получим самую новую ее итерацию с самыми продвинутыми возможностями. Это при том, что на сегодня «Патриот» безусловно является самой продвинутой системой ПВО-ПРО такого класса. Посмотрим, чем закончится эпопея с передачей другой батареи «Патриот», которую Германия предложила Польше. И если все пройдет удачно, то может оказаться, что Польша поставит этот комплекс недалеко от нашей границы, а наш будет расположен в глубине территории, а это значит, что возникнет довольно обширная территория, полностью прикрытая эшелонированной системой ПВО-ПРО, состоящей из новейших видов вооружений. Польская система сможет полностью прикрыть наши западные области, а наша – центральные и часть восточных. Но, как видно из текста, мы получим не только «Патриот», но и другие системы именно противовоздушной обороны, но уже средней и ближней дальностей, соответственно, на Самс, Хог и Стингер. Очевидно, что именно в части ПВО-ПРО мы становимся одной из самых мощно вооруженных стран мира, и противник может оставить здесь большую часть своей авиации и сжечь существенное количество ракет. Более того, с получением именно этого транша Украина получит возможности, которых нет и уже наверняка не будет у московитов. Сам он не способен на выпуск настолько передовой техники, а ему такое никто не поставит, хотя бы потому, что подобные комплексы даже поодиночке есть у единиц стран. А чтобы обладать всем набором таких средств ПВО, то таких вообще больше нет в мире. Ведь перечисленные системы стоят на вооружении США, и там же они и производятся, а мы получаем лучшее, что есть из ПВО у Италии, Франции и Германии. Они тоже выпускают отличные системы, которые гарантированно не стоят на вооружении у армии США. А поскольку все вооружения выпускаются по единым стандартам НАТО, то они имеют опцию объединения в единую мега-систему ПВО. На практике им не приходилось выстраивать настолько плотно эшелонированную оборону, и скорее всего Украина станет первым случаем реальной интерации разнотипных систем в единый огромный комплекс. Причем это происходит не в режиме «смотри как могу», а в реальных условиях войны и боевым применением всех этих средств. И похоже на то, что мы получим опыт и знания от наших партнеров, которые уже какое-то время используют свою технику, а те будут получать от нас опыт реальной интерации разнотипных систем по реальным целям, а не имитаторам. Так что в нашем случае уже происходит взаимное обогащение ВСУ и армии наших партнеров. Они нам поставляют новые системы вооружения, обучают работе с ними, а в ответ мы им рассказываем о том, как работать их же системами в реальном бою и раскрываем особенности их техники, что называются плюсы-минусы подводные течения. Подобные вещи нельзя получить никаким другим путем, кроме как в бою. И возвращаясь к заглавному документу, стоит обратить внимание еще вот на какой аспект. Поскольку он является стенограммой пресс-конференции в Белом доме, то на вопрос о том, как изменяются ограничения, которые Вашингтон накладывает по применению американского оружия, ответ был таким. Президент очень ясно дал понять, что мы собираемся двигаться вперед и поддерживать Украину на военном, экономическом, энергетическом и гуманитарном фронтах. Но мы не стремимся вступать в прямую войну с Россией. И завтра ничего не изменится. Завтра будет возможность сказать американскому народу, что благодаря в основном храбрости украинского народа, а также благодаря поддержке, которую оказал американский народ, Киев стоит, Харьков стоит, Херсон стоит как гордые украинские города, которые сопротивлялись российскому завоеванию, и что Украина как нация стоит гордо и высоко, и обороняется от российской агрессии. И то, что мы делаем все, чтобы поддержать Украину, и что помогает обеспечить эти победы. Наверное, это надо понимать так, что у президента Байдена было одно четкое ограничение. Американские военные не будут прямо воевать с федерацией, и Украина это способна сделать самостоятельно. Но та военная помощь, которая обеспечит победу Украины, будет поставляться так, тогда и столько, чтобы эта победа состоялась, и при этом, чтобы сама Украина состоялась как цивилизованное государство и цивилизованная нация. А мы ведь помним, что говорили наши классики. Свободу невозможно получить в подарок. Ее можно только завоевать. Америка свою свободу завоевала давно, а сейчас пришла наша очередь. Мы переможемо! Публичная часть военных поставок Одна батарея Патриот и боеприпасы Боеприпасы Кхаймерс 500 артиллерийских снарядов 155 мм с точным наведением 10 120 мм минометных систем и 10 120 мм минометных снарядов 10 82 мм минометных систем 10 60 мм минометных систем 37 Калгар Мраб 120 автомобилей Хэммерви 6 бронированных грузовиков общего назначения Неназванное количество Харм Неназванное количество Джедм Более 2700 гранатометов и стрелкового оружия Радиопехотные боеприпасы Клеймар Приборы ночного видения и оптика Тактические защищенные системы связи Бронежилеты Список военной помощи, предоставленный по программе USAI на 800 млн долларов 45 152 мм артиллерийских снарядов 20 122 мм артиллерийских снарядов 50 122 мм реактивных снарядов к системам БМ-21 ГРАД 100 125 мм танковых боеприпасов Терминалы и услуги САДКОМ Финансирование, обучение, техническое обслуживание САДКОМ Финансирование, обучение, техническое обучение САДКОМ Финансирование, обучение, техническое обучение